В рамках реализации плана информационно-разъяснительных мероприятий по информированию граждан об осуществлении единовременной компенсационной выплаты в размере 5000 рублей получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 2 сентября была проведена пресс-конференция в режиме видеосвязи с территориальными органами Пенсионного фонда России в Республике Адыгея на тему о единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с участием представителей региональных и муниципальных средств массовой информации. Правительством РФ принято решение осуществить единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей всем категориям пенсионеров, включая работающих. Планируется, что после принятия соответствующего федерального закона единовременная компенсационная выплата будет выплачена Пенсионным фондом России вместе с пенсиями за январь 2017 года. Как я уже говорила, когда проводили индексацию на 4% страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, правительством было отмечено, что будет рассматриваться вопрос второй индексации пенсии, о котором будет приниматься решение в середине 2016 года, и он будет приниматься исходя из финансовых возможностей государственного. В связи с этим недавно было заседание правительства Российской Федерации, на котором было решено, что возможности проведения второй индексации в связи с тем, что финансовые возможности отсутствуют, было решено произвести пенсионерам выплатить и единовременно в размере 5000 счетов компенсации за индексацию. По предварительным данным в Адыгее, осуществление единовременной выплаты коснется более 125 тысяч получателей страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2017 году планируется прежний порядок индексации пенсии, то есть увеличение страховых пенсий будет осуществлено, исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год, о пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.